Добрый вечер всем. Заждались, я так смотрю. 7 минут я задержала. Так, хорошо. Поставьте плюсики, если меня видно, слышно? Отлично, меня видно и слышно. Хорошо, начинаем. Сегодня лекция у нас будет несложная, совершенно легкий, нормальный разговор об очень хорошей идее, монетке, такой социальной направленности RedCoin. Но напомню для тех, кто сегодня впервые, что мы проводим обучающие вебинары, идем по монетам, которые находятся в кошельках Virx, это мультикриптовалютный банк. Ой-ой-ой, у меня собака. Ну-ка, уйди отсюда. Я извиняюсь, она мне задела шнур. Так, Virx это мультикриптовалютный банк, где есть ряд монет, криптовалют. И мы их спокойненько идем и изучаем подряд, да, дошли до монеты RedCoin. Ну вот почему она так названа и что она из себя представляет, мы сейчас посмотрим вот в моих слайдах как раз. Поехали. Значит, когда мы начинаем изучать ту или иную монету, как правило, мы идем на CoinMarketCap и смотрим ее капитализацию, цену, ее место в списке этих коинов, да, и токенов. Здесь мы видим, слайд сделан сегодня, что она показывает рост, стоит она очень-очень даже недорого, копеечки буквально, да, и у нее по графику ее курса были две свечи, две вспышки, то есть курс ее поднялся в июне 2017 года и следующая такая большая свечка была в январе 2017 года. Но это в основном все происходит на новостных событиях, потому что монета сама старая. Она выпущена в 2014 году и смотрите, с 2014 по 2017 год она себя так активно никак не проявляла. Ну, поскольку в прошлый год он у нас давал очень хороший новостной фон и рос активный биткоин, естественно, за биткоином подтягивались и другие монеты. Плюс, если были какие-то новости позитивные, да, то они подталкивали этот рост. Вот этот вот пик в январе как раз был, ну, как бы связан с тем, что просто весь рынок шел наверх. И вот этот альткоин, он тоже подтянулся за всем рынком. Когда мы изучаем ту или иную монету, мы смотрим, конечно, ну, входит ли она в топ монет, да. Она сегодня занимает 82-е место, поэтому, ну, она входит как бы в топ 100. Почему такая ситуация? Потому что идея неплохая, но она пока непонятная. То есть у нас что происходит вообще на рынке криптовалют? Криптовалютный рынок, он не поддается, по сути, теханализу. Да, теханализ проводят многие трейдеры, да, вот по старинке, там строят графики. Но в целом это, во-первых, маленький рынок, новый рынок, да, и он очень сильно зависит от новостного фона. Здесь нужно понимать психологию. То есть если все будут на эмоциях бежать и покупать какую-то валюту, то волна подхватит, и, как правило, это вот за собой тянет тоже какую-то волну и желание других людей купить. Если там кто-то пускает новость специально ли или обоснованно ли о том, что все плохо и давайте сбрасывать ту или иную монету, да, то возникает panic sale и как бы многие сбрасывают, ну, многие этим пользуются. Кто-то делает это специально, да, то есть этим маленьким рынком можно манипулировать. И нужно для того, чтобы делать прогнозы, очень хорошо следить за новостным фоном, за календарем, за тем, что происходит в социальных сетях. Какие у нас основные новости? Это Bitcoin Talk, да, о котором мы поговорим. Это какие-то форумы комьюнити новостные. И вот здесь в CoinMarketCap нужно пройтись обязательно по всем вкладочкам, чтобы посмотреть, что из себя представляет та или иная монета. У нас есть вкладки, которые ведут на сайт. Соответственно, мы можем проверить, где хостится, какое количество посещений в день у этого сайта, да, когда он там был основан, на ком зарегистрирован. Мы можем посмотреть анонсмент, это как раз вот новостную ленту об объявлениях того, что происходит, связанного с этой монетой. Мы можем перейти на вкладку Explorer и посмотреть, создаются ли, собственно, блоки, то есть живая ли сеть блокчейна, есть ли транзакции в этой сети, да. Мы можем посмотреть, опять-таки, на месседжборд и посмотреть, что люди пишут в соцсетях, довольны они, недовольны, или они обсуждают какую-либо новость, да, и в каком ключе. Мы смотрим на вкладку, которая обозначена как SOS-код, это, ну, это же монета с открытым исходным кодом, да, и она интересна тогда для программистов, этот исходный код можно взять и как-то там дописать, и выпустить свой вариант, или доработанный вариант монеты, или, может быть, есть активисты, которые хотят внести какие-то изменения положительные в качестве софтфорков, и вот эта вкладка, в общем-то, собственно, для технических специалистов. Ну, а также мы смотрим на рейтинг, какое место занимает, вот 82-е под звездочкой, да, и обозначено, что это за монета. В данном случае это коин, безусловно, это коин, вот, и мы его разбираем, и этот, ну, эта монета имеет место быть в подборке для нашего рассмотрения. Другое дело, что вот давайте по порядку смотреть, что она нам дает, какую она информацию дает для нас. Значит, сам сайт официально называется redcoin.com, и когда вы заходите на сайт, вы можете просмотреть краткий ролик, очень красочный, хорошо снятый, с субтитрами русскими. О чем он говорит? О том, что это redcoin, это социальная монета, то есть монета, которая может объединить людей, которые общаются в социальных сетях. И здесь, видите, в кружочках вокруг земного шара обозначены все ведущие социальные сети. Естественно, это reddit на первом месте, да, это, ну, очень достаточно популярная социальная сеть в англоязычном мире, даже на вопросы из этой сети отвечают, ну, ведущие политики или там Билл Гейтс, часто там есть передача такая в Америке, и вот они отвечают на вопросы из соцсетей. Вот, и Google+, здесь представлен, и Facebook, и YouTube, и Instagram, и другие, значит, социальные сети, и Twitter. Значит, и о чем идет речь? О том, что те лайки, которые пользователи ставят за тот или иной контент, эти лайки можно монетизировать, и вот эту монетизацию применить через монету RedCoin, да, для того, чтобы это общение стало дружественным, естественным, ну, и приносило пользу друг другу. То есть, соответственно, эта монета, она на своем каком-то блокчейне, она майнится, майнится, сейчас мы поговорим о том, как она это майнится, да, соответственно, у тех, кто ее намайнил, есть кошельки, и есть возможности эту монету и пересылать друг другу, то есть, она должна иметь какую-то ценность, вот, и добывать ее можно, вот, за счет такой вот активности в соцсетях. Ну, давайте подумаем, а кому это может быть нужно? Ну, то есть, у каждой медали, во-первых, две стороны, во-вторых, ну, когда возникает какая-то идея, то есть, мы думаем о том, что филантропы ее создали, или, может быть, это, ну, кому-то очень нужно. Понятное дело, в наших рассуждениях мы можем говорить, если мы говорим о таких монопонятных, листах на рынке, о глобальных соцсетях, о сервисах Google, мы понимаем, что здесь вся история, она может быть связана, как бы, с контролем тех органов, которые, ну, в общем-то, созданы для того, чтобы формировать стереотипы людей, каким-то образом контролировать сообщество людей, да, и вот для чего нужна эта монета, кто за ней стоит, кто ее создатель. Ну, это все такие вещи, это вы можете сами, да, посмотреть. Просто я говорю о том, что нужно вот всегда, ну, как бы, со всех сторон, как бы, положить монету на ладони, рассмотреть ее под каждым ракурсом, и дальше смотреть, есть ли перспектива развития. Ну, вот, например, там, мы рассматривали Ripple, да, мы говорили о том, что, да, безусловно, это монета, но она, как бы, и, безусловно, сеть, ну, платежная, она, как бы, децентрализована, но ноды, они подконтрольны центральному аппарату, связанному с банковской сферой. Ну, хорошо это или плохо, как с того анекдота, к добру или к худу, это уже другой вопрос, да, то есть для кого-то это хорошо, кому-то это не очень нравится, это уже вопрос личный решать вам. Значит, суть идеи этой монеты, она была объявлена 20 января 2014 года, ведущим разработчиком является Лария Рен, фотографий у него нет в соцсетях, ну, то есть он не очень сильно публичный, как бы, человек. И если сейчас в социальных сетях, таких как YouTube, Instagram, Facebook, других, да, имеют ценность лайки, в будущем блогеры, любые другие пользователи смогут монетизировать контент через RedCoin, каждый лайк будет иметь стоимость в RedCoin. Вот такая была изначально задумка. И смотрите, очень интересная вещь, 2014 год, да, это самое начало, когда, вот, вспоминайте, вот Виталик Батерин со своей идеей тоже выходил, вот, идея формировалась в 2013 году, в 2014 они вышли на ICO. Это самое-самое начало, когда стали появляться монеты. Смотрите, на сайте написано, что компании, выпустившие токен, удалось привлечь более 100 тысяч долларов США на финансирование проекта. На данный момент, если мы посмотрим 100 тысяч долларов США, это вообще ни о чем. То есть сейчас хорошие стартапы, которые выходят на ICO, привлекают не менее 10 миллионов долларов, это считается более-менее такой, ну, нормальный сбор, а то и 15, а то и 20, а то и больше, да, ну, за какой-то глобальной идеей, если стоит. Здесь 100 тысяч долларов. Но, тем не менее, что интересно, логотип, вот этот вот круглешочек, да, с этой красной монеткой, это как такая, этот логотип придумывали и согласовывали голосованием местным дизайнера. Идея была такая, что первый большой круг, это как банка-копилка, в которую входит монетка, и эта банка разрисована в ведущие цвета ведущих социальных сетей. То есть эта монета, она в английском языке переводится как наконечник, да, вот ее используют. То есть вот такая монета, которая должна объединить все социальные сети, и это показывает нам и логотип в том числе. Дальше. Что мы видим от разработчиков? Разработчики нам говорят в 2014 году, что это экспериментальная новая цифровая валюта, которая позволяет совершать мгновенные платежи кому угодно в любой точке мира. Мы эту фразу слышим неоднократно. RedCoin использует одноранговую технологию для работы без централизованного управления. Управление транзакциями и выпуск денег осуществляется совместно с сетью. RedCoinCore – это имя программного обеспечения с открытым исходным кодом, которое позволяет использовать эту валюту. Ну, смотрите, я хочу сказать вот что. Конечно, новая цифровая валюта, которая там позволяет совершать платежи, она изначально была сделана на основе исходного кода Litecoin. То есть разработчики взяли исходный код Litecoin, а по сути Litecoin – это что? Это как бы форк биткоина, то есть монета связана, ну, код связан с биткоином, по сути. Но с самого начала ее сделали на консенсусе Proof of Work, вот когда нужно решать вот эту ресурсоемкую задачу, да, и таким образом добывать монеты. Но через какое-то время, вот 2 августа 2014 года, ввели изменения и перешли на алгоритм не Proof of Work, а Proof of Stake Velocity. Это значит, что для того, чтобы добывался новый блок, да, для майнинга, так называемого, ну, я не знаю, применим ли ли здесь слово майнинг, вот в данном случае, но, по крайней мере, если вы хотите поучаствовать в добыче этих монет, вы должны тогда иметь какое-то количество этих монет на кошельках и совершать очень большую активность по соцсетям, то есть ее постоянно тратить, передавать, лайки там ставить и так далее, да. То есть Velocity – это говорит об активности. Ну, это я так на всякий случай, если вдруг кто-то хочет заниматься ее добычей. И по поводу, кстати, централизации, децентрализации. Вот новость вышла, что собираются организовывать такое юридическое лицо RedCoin. Для чего оно будет делаться? Ну, мы тоже разбирали такой вопрос. Например, если есть, не знаю, какая-нибудь компания там, Яндекс, и если есть офис Яндекс, значит, ну, кто-то может прийти, надавить, что-то запросить, ну, забрать данные. Для чего делается офис RedCoin и оформляется такое юридическое лицо? Я не успела выяснить. Если кому-то интересно, можем этот вопрос оставить открытый на потом, потом попозже это дело пообсуждать. Что касается вот этого консенсуса, я тут уже вас опередила, сказала, что вот они с Proof of Work перешли на Proof of Stake Velocity. Это считается уникальным консенсусом, его мало кто употребляет. А вот смотрите, интересный момент. Есть такой сайт, который показывает, где хостится тот или иной сайт, и сколько посетителей в день, да, и так далее. Вот интересный такой момент. У меня тут два слайда наложены один на другой. Один шоу про RedCoin, а второй маленький справа, вставочка такая. Я сравниваю просто количество посещений на сайт RedCoin с сайтом Virx. Ну, поскольку мы имеем отношение к сервису Virx. Так вот, что интересно, на сайт RedCoin заходит 4140 посетителей в день. На сайт Virx 6917. И в рейтинге мировых сайтов Virx очень серьезно опережает RedCoin. Это тоже о чем-то говорит, на самом деле, друзья. Это говорит о том, что на самом деле для такой монеты, которая, в общем-то, давно создана, это не очень хороший показатель. Хотя 4000 посетителей в день, это действительно, ну, немаленькое количество. Но я вот, например, знаю еще вот один такой, ну, как бы, стартап, который существует на рынке примерно так же, как и Virx. И тоже количество посетителей обгоняет вот RedCoin. Не очень мне понравилась эта цифра, с учетом того, что все-таки это не стартап уже, да, а это уже, ну, идея, которая на рынке давно. Ладно, дальше смотрим. Мне не понравилось также, когда перешла на вкладку вот анонсмент, да, перебросила на Bitcoin Talk на форум, и там всего лишь 237 страниц, и все они относятся к 2014 году. То есть RedCoin поддерживает комьюнити, англоязычная комьюнити, конечно, потому что и Reddit у них популярен в основном там, а не у нас. Но все же непонятно, почему на ветке Bitcoin Talk это каждая уважающаяся компания или комьюнити, которая развивает эту или иную монету, конечно, они стараются развивать там с темой освещать. Она там совершенно у них заброшена. А вот в RedCoin Talk там идет какая-то активность, но опять-таки вот во вкладку RedCoin Talk вы можете перейти с CoinMarketCap, и вы посмотрите, что новости там достаточно редкие. То есть буквально вот недавно вышла новость о, что-то связанное там с кошельком этого RedCoin, а так вообще новость последняя была 4 месяца назад, 6 месяцев назад, 7 месяцев назад. То есть не ежедневные события, далеко не ежедневные какие-то радостные новости от компании. Перешла на вкладку Explorer. Сеть работает, блоки создаются, так что активность в сети имеется. Что касается внедрения RedCoin в Facebook и касательно заявлений Марка Цукерберга. Я здесь, честно говоря, здесь вам не видно, да, это просто как напоминалочку вставила. О чем идет речь? Изначально RedCoin должен был быть такой объединяющей монетой по ведущим соцсетям. Но дело в том, что Марк Цукерберг некоторое время назад, там полтора или год назад, он очень сильно заинтересовался криптовалютами. И вот как раз в июне 2017 года вот его высказывания, они дали такой значительный толчок вот в сторону RedCoin. И вообще-то он не говорил ни за, ни против и не связывал никаким образом Facebook с RedCoin. Но там можно было провести параллели. Но дело в том, что зимой этого года, видимо, под неким давлением, Facebook запретила рекламу ICO и криптовалют. А поскольку Facebook владеет мессенджером и Instagram, то запреты будут касаться, скорее всего, и этих соцсетей тоже. Кроме того, не в пользу RedCoin может сказать такая вещь, как то, что, ну хорошо, а почему бы, например, Facebook самим не придумать свою криптовалюту. Но это такой политический вопрос. Посмотрим, это все связано сейчас с регуляторами на рынке. И пока эта ситуация не устоялась, мы не узнаем, ну, к чему это приведет. Одно могу сказать, что я не хочу донести отрицательное что-то касательно этой монеты. И сейчас вам дам одну ссылочку, которая для вас будет очень интересная. Есть один сайт, товарищ англоязычный, американец, он занимается. Он мне очень нравится в каком плане. Он пытается через этот сайт анализировать, ну, проводить какой-то анализ. Понятно, анализ, я говорю, он здесь не технического характера, но он просто по неким категориям, по некой бальной шкале, которую он сам разработал. То есть он разработал такую скоринговую оценку различных категорий. И эта скоринговая оценка объединяется в итоге, вот в конечный результат. А конечный результат приведен у меня на слайде в виде такого спидометра, где секции. И вот несколько дней назад вот стрелочка этого спидометра была наклонена вот резко вправо, где написано «Strongly Buy», это значит, что однозначно покупаем эту монету. Сегодня она переместилась уже просто в сторону бай. То есть вот этот сайт, он анализирует новостной фон. Он анализирует и рейтинг, и волатильность, и изменения касательно технических характеристик. И он, я вот поясняю, да, выдает это все в виде вот такой вот наглядной шкалы. Это ни в коем случае не призыв к действию, но просто имейте это в виду. Обратите внимание, на этом сайте много монет, вы можете любую из них вот таким образом проанализировать, для того, чтобы когда вы будете принимать решение, ну, еще взглянуть и сюда тоже, и, ну, как бы подтвердиться, например, в своих доводах, да, или в своих действиях. То есть, мне кажется, идея его довольно интересная. Сейчас опять стронг, да, ну, вот, значит, идет какая-то новость, там, да, или какая-то, может быть, волатильность, там, какой-то анализ проведен. То есть я глубоко не копалась, просто я вам дала это, как вот еще один из инструментов анализа, куда можно заглянуть и посмотреть. Смотрите, по поводу этой монеты я считаю, что нужно отследить, все-таки отслеживать новостной фон, что дальше придумают регуляторы, что они сделают, потому что идея сама, безусловно, хорошая. Вот, и очень многие поддерживают, я повторюсь, англоязычный мир, вот США, они очень поддерживают эту идею. Но будет ли она реализована, это зависит, понимаете, не от технического анализа, там, монеты, или, там, не от того, какой там у нее блокчейн, хотя ничего такого нового она не принесла. Ее нельзя считать технологичным каким-то изобретением, да. Она просто, ну, вот, социальный характер носит, и часть комьюнити поддерживает эту идею, часть в нее верят, часть вкладывают достаточно большие деньги туда, да, в ожидании. Но посмотрим, потому что решение зависит не от комьюнити, а вот от этих политических сил, от владельцев этих соцсетей, от регуляторов, которые сейчас зарегулируют этот рынок. Ну, вот, посмотрим, если она за год, там, как-то себя активно не проявит, ну, скорее всего, что, значит, наверное, больших перспектив она иметь под собой не будет. Потому что не забывайте, что эта идея была одна из первых, объединить, да, вот, ну, монетизировать лайки. Ну, смотрите, как много сейчас выходит стартапов с идеей, вот, как вам сказать, такого интерактивного общения пользователя, сервиса и, ну, вот, стриминговых платформ. Знаете, когда, или там, ну, что такое стриминговая платформа? Она даже тоже может носить разный характер. Ну, например, там, это самый яркий пример, который вот у нас был за последнее время, YouTube, да. YouTube – это монополист. Все, кто хотят посмотреть ролики в основном, идут в YouTube и смотрят там что-то. Соответственно, а рынок видеорекламы, он очень-очень огромный по деньгам, очень мощный. И сейчас видеореклама, например, движется из, значит, из телевизионной этой сферы, да, вот, Рой высокий показывает как раз интернет-реклама. И куда вот эту вот видеорекламу размещать? Конечно, сейчас, если раньше был вот монополист YouTube, то, ну, понятное дело, в основном рекламодатели с бюджетом шли туда, и вот тебе YouTube деньги и так далее. Они там распределяли этот бюджет, но нам, когда мы включаем, например, посмотреть какой-то фильм, да, нам сначала идет там заставка какая-то, и мы ее вынуждены просмотреть, а потом уже смотрим наш ролик. Нас не спрашивают при этом. А сейчас выходят такие, как бы, предложения, такие стартапы, когда тебе предлагается за любую активность, за просмотр ли рекламы, за лайк, за коммент, да, ну, как бы, это все дело монетизируется. И если ты за это, например, получил деньги, то почему бы не посмотреть эту рекламу? Ну, например, да. И вот сейчас очень много вот таких вариантов возникает. Стриминговых платформ, и геймеры ведь общаются, и тоже передают там какие-то баллы друг другу, какие-то там вещи, там у них типа как мини-интернет вещей создан. И, соответственно, вот идея RedCoin, она начинает потихоньку, ну, уменьшать свою ценность по сравнению с другими новыми идеями, которые приходят на рынок, конкуренция увеличивается. Понимаете? Поэтому здесь нельзя сказать однозначно. Но я вам в завершении вот этого, как бы, маленького анализа даю, в общем-то, неплохую картинку с очень неплохого сайта о том, что, ну, вот, рекомендация все-таки закупать эту монету, да, и посмотреть. Конечно, не на последние деньги, не на кредитные деньги, но вы можете попробовать какую-то часть купить, положить на кошелек Virex. У Virex есть инвестиционные счета, которые еще ее приумножат, да, под определенный процент, там, в зависимости от тарифа. Ну, и посмотреть в какой-то перспективе, там, через несколько месяцев или через год, что с ней станет. Ну, а сейчас я готова взять от вас обратную связь и, может быть, ответить на ваши вопросы, если они есть. Нет вопросов, ребят? Если нет вопросов по самой монете RedCoin, то давайте тогда подумаем, какую монетку мы рассмотрим в следующий раз. Что-то пишут, подождем. Я пока найду вам форму Google, которую можно заполнить. И, если появится вопрос, вы, пожалуйста, его тогда озвучьте в этой форме, я отвечу в следующий раз у него. Так. Ага, SeaCoin. Вот я тоже считаю, что давайте... Да, давайте SeaCoin рассмотрим. Хорошо, хорошая монета на самом деле. А Дауд просит стратиться. Дауд, давай сначала SeaCoin, а потом в следующий раз стратиться. Я очень за ваш выбор, здорово. Хорошо, что вы не просите там Dash, Monero, потому что это тоже хорошие монеты, старые, но мы о них и так, так или иначе знаем. Да, многие не знают, что такое SeaCoin. Окей. Хорошо. Сейчас один момент. Где у меня... Напишите пока мне еще какой-нибудь вопрос, пока я ищу ссылку на мониторинг на мой. Так, ладно. Давайте я никого не буду задерживать. Всем спасибо. Сейчас я найду эту ссылочку на свою табличку и вам скину сюда. Так, какое видение рынка на ближайшее время? Ну, видение такое. Мы сейчас будем ожидать большую волну, волну роста. А до этой волны, конечно, возможно, волатильность некоторая, но сейчас очень хорошие ощущения. И все взбодрились, конечно. И все, кто ожидал, ну, опять, каких-то шевелений на рынке роста. То есть очень-очень сейчас, ну, как-то подбодрена эта ситуация. С одной стороны, все понимали, что коррекция – это был шанс закупиться тем, кто не успевал это сделать, да, по каким-то причинам. Но все равно некие такие переживания какие-то они внутри были. Потому что у многих было вложено все в монеты. Монеты показывали красное полотно. Поэтому была такая нервная ситуация немножко, как бы, ну, тех, у кого так пошли ва-банк, да, скажем. А сейчас вот эти вот все события. Сейчас, во-первых, хороший очень новостной фон, сейчас календарь хороший. Сейчас, возможно, будет такая волна к июню месяцу. Потом спад. Ну, как вот ожидают, да, по новостям. Мы же, я говорю, это логия. То есть это не какой-то технический анализ, там, Фибоначи и все остальное. Это чисто вот новостные ленты. Мы смотрим, кто заходит на рынок. То есть это может что-нибудь там и пошатнуться. Но, в принципе, ожидания к концу года далеко за 30 тысяч по биткоину, да, и есть на то основания. Но мы посмотрим, если крупные игроки, которые захотят, например, работать на понижение, не качнут рынок, то, ну, в общем-то, будет все хорошо. Я думаю, что будет все нормально, потому что все, кто вот заходил уже, крупные институционалы, которые там играли на понижение, заходили на этот рынок, ну, а не как обычно, ведь принцип купить на низах, продать на хаях, да, на низах они зашли, теперь им нужны хаи. Эти хаи, они сделают так или иначе, понимаете. А мы этим, естественно, воспользуемся. Но надо иметь в виду, что это волатильность, рынок волатильный, высокорисковый. Всех предупреждаю ни в коем случае не играть на нем кредитными деньгами, последними деньгами, теми деньгами, на которые вы там рассчитываете жить и питаться, да. Но если у вас есть свободные средства, то, конечно, их хорошо можно приумножить на криптовалютном рынке. Вот. Так что, ладно, все, всем спасибо, всем удачи, в следующий раз обязательно поговорим про SeaCoin. Все, до новых встреч, друзья. Пока-пока.